Эй, ты там на другой стороне экрана. Да, ты, что ты сидишь такой грустненький и слушаешь мою ересь, когда в холодильнике ждет тебя холодненькая бутылочка пива? Пойди, переверни, залей этот тяжелый день. А если посмотреть на время, еще нет двенадцати, можно еще перевернуть дверью махи водки. И пофиг, что завтра на работу. Запей это все газировочкой, заешь чипсами и забудь этот день, как будто его не было. На крайняк, завтра пожрешь петрушки, чтобы не было перегара. Пищевая промышленность в наше время доведена до такого извращения, что человека, тот самый мешок, пичкают всячески химикатами. Ведь некоторые продукты даже едой назвать-то нельзя. А в основу этого всего взято страстное желание человека удовлетворить свои потребности. Вы думаете, это было сделано несознательно? Вы ошибаетесь. Если посмотреть на пирамиду потребностей человека, то потребность в еде является фундаментальной для выживания индивидуума. А через такую площадку можно создать множество рычагов влияния на сознание человека, создать психологическую зависимость, тем самым вовлечь его в гонку потребления. Но самое страшное, что через еду можно управлять рождаемостью, смертностью, внушать ложное, тем самым замыкая большой круг потребления на фармацевтическом бизнесе. Как сказал один блогер, поход к врачу уже заложен в формуле вашего кетчупа. Учитывая, что химикатов в еде много, возникает психологическая зависимость. Плюс ко всему этому умелая реклама и бинго на вашем столе уже виднеются сладкие газированные напитки. Кетчуп, майонез, чипсы и многое другое, что со временем, когда организм не сможет выводить эту дрянь, точно вас приведет к врачу. Что я вижу в наше время, особенно это я заметил в Польше, но также я это вижу в Украине, и в Германии, и во многих других местах, где я был, это перенасыщение продуктами питания в магазинах. Да ну, скажите вы, многие голодают, но судя по количеству товаров на полках в магазинах, я могу сказать совсем противоположное. Теперь беру во внимание Польшу. Так как продукты питания там доступны, цены на одном уровне, ты в принципе можешь купить себе все, что угодно. Нету такой большой разницы между цифрами. Именно поэтому приготовление пищи уходит на второй план. Зачем тратить время на кухне, если можно купить что-то готовое, разогреть и скушать это? Кушать каши уже не модно. Лучше купить себе сырную намазку, булку, кольцо колбасы и сожрать это все, даже не задумываясь над тем, будет ли это полезно тебе, даже не задумываясь над тем, с чего это все сделано. И так, друзья, изо дня в день булка, намазка, соус колбаса, энергетик, запить это все газированной водичкой со вкусом апельсина, а потом жаловаться на боли в желудке. А отказаться от такой вкусной еды, которая так умело щекочет твои вкусовые рецепторы, практически невозможно, пока ты сам не осознаешь весь этот вред и пока сам ты не начнешь контролировать свое питание. С одной стороны, вы можете позволить себе все, что угодно, но с другой стороны, не осознавая этот вред от перепотребления, химической еды, вы сами себя убиваете. И вот кольцо потребления замыкается. Дай людям денег, создай химическое оружие в виде еды, и пусть сами себя истребляют, при этом делая оборот бабла в природе, становясь заложниками своих привязанностей. А из-за такой еды проблемы с желудком, лимфатической системой, кожей, волосами. Вы только посмотрите, какие редкие волосы в основном у поляков. А как следствие, химия накапливается в организме, а это приводит к рождению больных детей. Привел я в пример Польши только потому, что там все так доступно. У нас тоже такое есть. И потому я не хотел никого обидеть. У нас просто нет такой доступности. И многие привыкли кушать каши. Они привыкли готовить сами еду, потому что не хотят тратить много денег в кафе и рестораны. Для некоторых это просто недоступно. У нас плюс ко всему другое воспитание и другие традиции. И чтобы избавиться от такого пагубного влияния, нужно осознать вред многих продуктов питания, осознать всю психологическую зависимость от них и постепенно переходить на простую полезную еду. И со временем будет приходить все больше понимания того, что современная пищевая промышленность нас очень сильно гробит. Конечно, ко всему этому нужно отнести еще алкоголь и сигареты, но эта тема уже для других видео. И, к сожалению, мало кто понимает суть вещей. Мало кто осознает, что вовлечен в большую гонку потребления, где каждое решение человека-раба, неосознанного человека, уже определено его привычками, его программой, его обусловленностью. И только разрывая круг раба и становясь наблюдателем себя, можно добиться свободной жизни. Иногда некоторые моменты стоит прожить так глубоко, чтобы делать хоть какие-то выводы об этом. Видео создано для того, чтобы вы подумали над этим. Спасибо за просмотр. Пока!